он не пробивает слушай ну-ка все игры кончились господа персерк в действии ну ты не будешь меня так убивать всем всем привет с вами кейн и сегодня я продолжаю проходить корсары город потерянных кораблей прошлой серии убили хиллабрюнера трактирщика наверное нашего единственного тут друга на в этом городе и собственно это был тот человек который хотел отсюда выбраться и по-моему догадывался о том как можно сделать но теперь он мертв а мы проводим расследование ищем убийцу этого хиллабрюнера на самом деле такое расследование потому что нас тут фактически в тупичке но судя по всему ключевым моментом является то что он искал человека который жил в городе до него потому что об этом нам не раз говорили об этом нам говорила андре или как это вот эту женщину официантку в трактире и тут я кое-что вспомнил помните эту ведьму на эве а была женщина очень-очень старая женщина которую причем очень себя подозрительно вела она была на эве это корабль вот она его гален его по моему и я думаю нам надо заглянуть к ней на по любому какой-то квестовый персонаж и причем все и по всему учитывая то что второстепенные квестики мы сделали она видимо является персонажем основной сюжетной линии с этого города потому что она очень подозрительная она непонятно чем занимается и она очень старая старее женщины на этом острове но и мужика тоже я не видел в этом городе точнее давайте заглянем к ней гален его она никогда не кстати не уходит нас доллся внутри помогите помогите умоляю вас похоже в яблочко сосели галарте зовут боже мой помогите мне не дайте меня и меня убить что случилось потом защитите меня прошу вас я пока никого не вижу олова вову ребята ребята так скорости пожалуйста блин не расстреливают обморить ты господи копичка станция тоже бьет женщин да нет он не убил окей я понял хоть и заново я удачу сохранился помогите помогите умоляю вас на что их тут убить ты господи она реально что ли какие-то секретики знают вредная старуха да и даже если на что знает она мне кажется ухты пистолетом сбивается пробиваешь удар сюрприз конечно это не поднес приятель так и где-то чудик который я резал то и не режет не режет отнеси давай пока брасерка есть руби его все брасер кончился блин какие-то и живучи погодите ребята дайте я стану в блок слишком медленно происходит окей окей помогите помогите умоляю вас слушай мне кажется могла бы достать какую-нибудь дубинку и сама ты тоже чуть-чуть так обороняться привет приятель блин один где-то там похоже уже у женщина вот и да да он уже тут ну-ка стоять ублюдок я был убил с одного удара походу не отходить вообще нельзя помогите помогите умоляю вас я как-то было плохо да они запарили слушай им плевать на меня не сразу на нее летят как причем отшедшие помогите помогите умоляю вас я не знаю тебя вообще реально спасти или нет такое ощущение то что нет здесь нельзя обнажать оружие да ладно вы серьезно не просто пол столбаса на самом деле снимают эти пистолетчики вот умрешь отлично а этот уже бьет женщину да ну конечно же откуда все заходишь слушай на прям в упор что ли к не стать чтобы они не били помогите помогите умоляю вас у нас лизы этим проходом по моему оттуда появляются второй да у нас второй давайте-ка включим брестерку убьем сначала этого добьем тебя по-быстрому и разберемся с третьим но нет реально окей совгейм что из мать его происходит три голова реза секира интересует башмак кажется понятно почему вас преследовать неудачи господа сегодня я случайно нашел галеон эво и там застал нескольких касперов серьезно это каспера пытавшихся убить хозяйку галеона сисиль галард не удалось спасти пожилую даму пожилую слово пожилой по ходу ключевое ну-ка капитан я рада вас видеть давай выкладывая все как и есть убили их спасибо вам а кто эти люди это касперы они уже этот корабль приватизировали нет что вы они пришли просто убить меня вот так и просто они же нарушили закон города дающий гражданам право на жизни молодой человек вот что я вам скажу а наверно старейший житель этого острова острова все-таки и не такое еще видела здесь вы жили еще до того как хилбрюнер попал в город я живу здесь около 10 лет когда меня вынесло к острову на нем жили только пять человек и хилбрюнера среди них не было вот это да знаете а ведь хилбрюнер пред смерти искал человека который попал на остров раньше него а вы не знаете зачем судя по всему спросить о механике ну надо же знаете с тех пор как его изолировали второй человек которому я рассказываю о нем первым был тизер дэн тизер дэн черт возьми вы знаете что с ним произошло говорят что он утонул ничего подобного он добрался до большой земли значит он жив теперь уже нет его убили в лимстаде агенты голландской ост-андийской компании ах как жаль он исполнил свою мечту выбрался отсюда но уберечь себя так не сумел жаль да жаль послушайте так кто там такой этот механик о это легендарный человек его зовут хенрик в деккер абсолютное большинство граждан города даже не знают что он живет с нами с тех пор как лан каспер обосновался на барке сан габриэль механика я не видела вы сказали что его изолировали ну а как это еще можно назвать думаю что адмирал держит хенрика в изоляции специально все дело в том что механик необыкновенно талантливый человек а в плане смастерить что-нибудь однако время начала что одно время начал рассказывать об какой-то опасности грозящий нам всем говорил о том что мы должны покинуть город пока не поздно но вы знаете чудаковатых людей воспринимают несерьезно вот иногда его байка похохотали только а потом вышел закон о недопущении строительства плавательных средств и сразу же капель заняли сан габриэль ну и о нашем чудаке как-то неприлично стал вспоминать да и небезопасно что значит небезопасно люди знавшие хенрика личность стали пропадать бесследно я бы тоже сегодня пропал если бы не вы вы имеете ввиду это покушение на убийство именно скрыть следы преступления сейчас стало очень просто я в том что под нами на глубине завелись какие-то жуткие твари если сбросить тело в воду то она даже не всплывет потом да а зачем механика изолировали а может его уже убили механика жив так как он слишком нужный человек ведь это он принимал способ крепления а это ведь он придумал способ крепления кораблей друг с другом когда я сюда попала тут было всего четыре корабля и они постоянно двигались а хенрик сумел их так скрепить чтобы они держались нормально а вот оно что а изолировал его чат после того как тот стал паниковать говорил что мы все должны уйти отсюда пока есть такая возможность понятно полагаю что должен добраться до вашего гениального хенрика и переговорить с ним ну что ж дерзать удачи спасибо а ты не опасаешься то что эти каспер из топовича придут нет тем на это пофиг статья было сложно обокрасть насколько помню то что навсегда смотрят за вот этим сундуком иногда вот так делать типа отворачивается можно здесь пошарить там ничего интересного уже нет окей петерблат что ты записал себе журнальчик оказалось что сисель галлард знает о механике его зовут хенрик вайдекер и именно он придумал надежный способ соединения кораблей судя по всему адмирал изолировал хенрика на барке сан-габриэль с помощью клана каспер произошло это после того как хенрик стал говорить гражданам о том что городу грозит некая опасность и людям нужно покинуть его пока не поздно и необходимо добраться до механика и переговорить с ним потрясная затея на самом деле петерблат я примерно понимаю на самом деле где он находится я давно обратил внимание на эту дверь но она всегда закрыта и так она открылась сейчас так от магазина можно было от сан-габриэль и вот кстати это место да и дверь закрыта потрясающе по идее мне надо перебить наверно этот клан типа касперов и добраться до механика петерблат конечно тот еще чуть чудик причем достаточно сильный чудик но блин вижу там нареканах и речь какого чёрта воу воу и кто сразу раз два три четыре пять шесть шесть человек ситуация более чем отстойно для сохранения там правда есть лестница слушая состоят наверху может быть их как них на лестницу закатить ну-ка ребята скоростью лично а здесь еще примеры до столика же потрясающе и как сами сражаться господа хорошие как подвините погодите-ка только не стреляйте господа у меня много зелья у меня много всего такого давайте договоримся приятель не над герб пробивающий удар меня может он вниз спуститься просто другую лестницу сможет ко мне заходить может здесь кончик головку и какого чё сидеть они уже меня окружают что разрядились господа это еще был заряжен так и давайте там побегаем чуть-чуть у меня слишком мало хп и слишком мало выносливости побегал плохая по моему затея пытаться пробиваться к ним в наглую не увидел такого места где бы я мог спокойненько так постоять и пофигачить их по одному там по двое попробуем еще раз окей здесь всегда это черт давай двинься слушать приятель мешает мне пройти у меня уже очень мало хп он делает пробивающий удар можно было бы день там за лестнице встать но там тоже два захода можно там за борщиком встать но там они меня расстреляют вот здесь вот есть лестница эх почти дошел и в принципе смотрите она одна там один подъем если на нее забраться то можно будет их по одному как-нибудь опинивать не факт конечно но выглядит реалистично приятель дай пройти пожалуйста ну дубар все да уж окей блин петрублат ну не пожалуй нам нам тут все надо сделать очень-очень быстро и получить как можно меньше урона потом тут бегать на кстати не так тоже много зелий собой идея до битвы с этим кладом совсем возможно просто к механику пробраться и там с ним переговорить и все вот здесь я могу с ними сражаться в принципе пулю впустую потрясающе он не пробивать ну-ка все игры кончились господа перстерк в действии ну ты не будешь меня так убивать ладно бля отошел от лестницы плохо дело они живучи они живучи как черт знает что эти касперы ну-ка отсюда выйти нет меня уже не выпустят ай лестницу меня заблокировали потрясающе ну давай подходи по одному жду пока он сделает пробивающий удар а вот и он а вот и он конечно я его словил какого черта а да ладно как ты второе место пробрался раз два три четыре пять шесть семь восемь и там два трупа девять десять их получается десять сирки сирки умри зелья походу тоже кончились даже не вижу сколько у него хп он решил стрелять я вижу перед собой свою секиру которая броняясь ну ты хотя бы не пробиваешь мой блок это уже радует когда же помрешь, а? приятель, правда умереть по-моему да, зелень нету, въех хорошо что ты косое блюдо, которое даже в упор не может в меня попасть, это очень радует это круговой удар начал делать, известно с какой целью что-то у меня пропало желание к ним прорваться и чмочечь и все прощепить ну их здесь очень-очень много, они набегают толпой, у них у всех четырехзарядные пистолеты и вдобавок что еще вдобавок то, вдобавок здесь нету места удобного для драки это очень-очень-очень плохо То есть так просто ворваться и всех прибить, это не вариант. А че нам тогда делать? Ну пойдем к трактирщику, может быть он что-то не подскажет нам. Хотя он вроде бы нам не советчик и вовсе человек капитана. Если не знаешь что делать, сходи в трактир, там всегда будет ответ на твой вопрос. Приятель. Что вам налить, капитан? Что нового в городе? А вы герои, скажу я вам. Не успели появиться в городе уже такие дела вершите, уничтожить целый клан нарвалов. Понятно, мне больше каперов как-нибудь также уничтожить, было бы вообще замечательно. Слушай, Арно, ты ж мне всегда помогаешь. А что вы, месье капитан? Как у вас дела? Да так себе на самом деле. Получил люлей от целого клана. Было неприятно. Зато хватило с достатком. А что вы хотели, месье капитан? Послушай, Армо, у меня есть некоторые мысли по поводу смерти Хила. Говорите, месье капитан. Похоже, что за этим стоит клан Каппер. Только не говорите мне то, что она сейчас возьмет у меня Секиро и пойдет рубить весь этот клан. Хотя было бы забавно. Вы уверены? Да, уверен. Я пошел к адмиралу. Задавал ему вопросы относительно расследования убийства Хила. Хотел помочь. В итоге мне было сказано, чтобы я не лез в это дело. Прямо и откровенно. А при чем тут Каспера? Оказалось, они тесно связаны с адмиралом. Очень честно. И видимо, адмирал теперь их прикрывает. Ясно. Я хочу отомстить за Хила. Только не надо брать Секиро и рубить их всех налево и направо. Я в нее не верю. Я собираюсь вступить с кланом Каспер в борьбу. Но я уж пытался, капитан. Не очень-то это получилось. Вы собираетесь это делать один? Ну да, адмирал на этот раз помогать мне не будет. Они вас убьют. В этом нет никаких сомнений, миссия капитан. Ну да, есть такое. Мы уже проверили. Раз, два, три. Это три раза. Ну, это мы еще посмотрим. Вот что. Я знаю, чем смогу вам помочь. Дело в том, что я ношу на Сан Габриэль еду для этих мерзавцев. Моих поклонников там хоть отбавляй. Я буду назначать им свидание. А вы будете разбираться с ним один на один? Хо, неплохо придумано. Где вам будет удобно проводить эти встречи? Хм. Не знаю. Мне, собственно, все равно, где встречаться с мужчиной. Хе-хе. Хорошо сказано. Приходите сюда завтра. Я скажу вам, на какое время назначено свидание. Хорошо, Армо. Спасибо тебе. Так, погодите-ка. Их там где-то двенадцать человек. То есть, у нас будут двенадцать свиданий с небрытыми мужиками из Касперов? Окей. Питер, Питер, на что ты подписался? Ну, это уже лучше, на самом деле, чем стоять там и пытаться с ними сражаться. Против двенадцати человек, каждый из которых вооружен четырехствольным мушкетом. Ну, не мушкетом, конечно, пистолетом. Да ладно. Овцанка Армо Дюлин отважная девушка. Она вызвалась помочь мне с атакой на клан Каспер. Дело в том, что Армо носит в клан съездные припасы. Она попытается вызвать на свидание одного из Касперов, чтобы я смог разобраться с ним. Так сказать, наедине. Подготовка к свиданию займет Армо день-другой. Ну че, лысая ты башка. Может быть и тебя на свидание как не пригласит, а? Как насчет потанцевать на саблях под светом луны, а? Че-то Каппер. Ладно. Твое время тоже придет, я уверен. Такая честь видеть вас в моем заведении. Ммм, сплетни, нечего говорить. Добро пожаловать здесь, вам всегда будут рады, капитан. Слушай, давай-ка переночую. До следующего утра. И Армо должна будет уже, наверное. Погодите-ка, это утро? Да, это утро. Привет. Что нового, месье капитан? А равно, есть какие-нибудь новости по первому свиданию? Пока нет, ждите. Ааа. Такая честь видеть вас в моем заведении. Я в спячку, давай, следующим утром. Эй, проснуйтесь. Что нового, месье капитан? До свидания. А, сегодня в полночь Каспер по имени Денис Хопфер будет добиваться моего расположения на квартердеке флейта Церы Смити. Будьте осторожны, месье капитан. Если вы нападете на Хопфера слишком близко Сан Габриэлю, то звуки драки могут услышать остальные бандиты. И тогда вам конец. Я понял, Лормо. Прошу вас не опаздывать на свидание. Это будет неприлично с вашей стороны. Хех, это верно. В полночь буду на месте как штык. Так, еще раз, где Церр Смит? А где Церр Смит? Помните, не любил никогда этот корабль? Церр Смит, Церр Смит. А, вот он, Церр Смит. Рядом с Сан Габриэлем, кстати. В магазина удобно идти. Окей, окей. Услышат. Как интересно это сделать, чтобы они услышали. Что ж, продолжаем. Игра решила вылететь на моменте, когда я поговорил с Армо и договорился о свидании. Кстати, первый вылет после окончания шторма в этом городе. Да ладно. Армо назначил свидание сегодня в полночь одному из Касперов по имени Денис Хоффер. К полуночи нужно быть на квартердеке флейта Церр Смит. Квартердеке. Церр Смит. Ага. Что вам дали, Кавитан? Давайте я тебе переночую до ночи, наверное. Ага, ночь-то в магазин не могу, да? Уже полночь. Блин, как-то странно. Будет иногда заранее, будет за 15 минут, иногда чуть позже. Хотя ладно. Армо, кстати, здесь остается. Походу он с нами не идет. Окей. Вспомню, где этот Церр Смит на самом деле был. Он где-то был недалеко от... Ой, я бы не сюда. А, он как раз таки был недалеко от магазина, и он был рядом с кораблем этих самых Касперов. Но мы уже опаздываем. Питер, Питер, на первое свидание, так опаздывать. Ну ты даешь, приятель. Да ладно, там замедление, мы достаточно быстро туда дойдем. Не сильно опоздаем. Ровно полночь. Странное время для свидания, конечно. Да ладно. Будем считать тут свои правила. В этом городе. По поводу таких вещей. Так, там магазинчик, я же правильно понимаю, да? Здесь должна быть дверь. Да, дверь с черепком. Вот он, Сан Габриэль. И вот, по идее, Церра Смит. Смити даже. Церра Смити, как он называется. А где этот квартердек? По-моему, где-то он там вот выше. Окей, я здесь. Я на Церра Смити. А где стат Каспер? Так понять не могу. Или я что-то неправильно понял. Армон назначил свидание сегодня в полночь на мой из Касперов по имени Денис Хопфер. Полуночи нужно быть на квартердеке флейта Церра Смит. Ну, я уже здесь. Сейчас полуночи пять минут, но... Пять минут не считается же запоздание, правда? Церра Смит, он сам. Что-то здесь нету ни Армо, нету ни... Каспера. Я что-то неправильно понял? Или что-то неправильно сделал? Ммм... Ммм... Окей, ну давайте еще раз загрузимся. Так, свидание назначено, да? В полночь на квартердеке Церра Смита, 20 августа. Такая честь видеть вас в моем заведении. Давай у тебя ночью до ночи. Он разбудил меня в этот раз более удачно, кстати, за пять минут. И ножками-ножками на Церра Смит. Армо все еще здесь, кстати. Она почему-то никуда не уходит. Может в тот раз я реально опоздал, типа, и поэтому Каспер не появился. Или он появился, но не дождался. Кто такая офицанка? Чтобы я ее ждал среди ночи. Блин, я опять не туда повернул, кстати. Бывает. Бывает. У меня такая честь, что сейчас они туда бегут, да? Нет. Сюда, сюда, сюда. Окей, полночь, но я опять опаздываю. Совсем чуток. А вон, кстати, он идет. Он идет, идет, идет. Давай, иди туда дальше. На квартердек. Чувак, я ждал просто незабываемое свидание. Такого у тебя еще никогда не было, поверь. Ты не представляешь, какая Армо... Во что Армо превращается в полуночь. Надо быть осторожен, когда назначаешь свидание в такое время. Что тебе от меня нужно? Эй, приятель, ну-ка вали отсюда. Очисти площадку. В чем дело? Я тут кое-кого жду. Третий личный будет. Понял? А, понятно. Ну ладно. Армо, что ли, ожидаешь? Так я за нее. Чего? Так и не понял? Ну ладно, сейчас поймешь. Дьявол! Так я бы тебя под берсерком быстренько убью. Буквально одним ударом. Минус один. Что у тебя есть? 102 монетки. Потрясающе. Что Питер Блатом начеркал? А член клана Каспер по имени Денис Хоуфер убит. Потрясно. А дальше че? Быстрого перехода, кстати, нет пока. А мы трупы не хотим скинуть в воду, чтобы он типа сгинул раз навсегда, нет? Водимо нет. Ну ладно. Окей. Использую. Да ничего не хочу. Тихо, тихо. Ничего не хочу использовать. Прыгать в воду у меня желания тоже нет. Но это минус один. По идее нам еще сколько? Нам еще одиннадцать убить надо. Их всего на двенадцать было. Ладно. Вернемся в таверну. Посмотрим, что скажет Армо по этому поводу. Интересно, а как они быстрее ее раскусят? Типа, что-то не так с Тармо и все, кто уходит с ней на свидание, пропадают раз навсегда. Ну привет. Как твое свидание? А что вы, месье капитан? Как у вас дела? Армо, хочу доложить тебе, что мое первое свидание прошло успешно. Отлично, месье капитан. Ну, продолжим? Конечно, Армо. Тогда подходите завтра. Возможно, сумею вытащить еще кого-нибудь. Я понял тебя. Забавно. Окей. Что вам налить, капитан? Давай до утра. Все как обычно. Армо, Армо. Привет. Что нового, месье капитан? Я хочу на свиданку. Пока нет, ожидайте. Что вам налить, капитан? До утра. А что вы, месье капитан? Седание? 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 Недолго ему осталось даже досаждать тебя. Хорошо. Это радует. Итак, месье капитан. Не опаздывайте на квартердек флейта Сэр Смит. Думаю, что не стоит разочаровывать Сержа. Ни в коем разе, Армо. Окей. Что вам налить, капитан? Давай до ночи. Разбуди меня только пораньше, пожалуйста. Вот, отлично. Разбудил почти идеально. Так, чуть-чуть скорость замедлю, чтобы быть уверенным. Потому что успеваю. Интересно, а сколько это реально будет длиться? Сколько таких свиданий мне придется провести? Ну, я насчитал 12 человек. Но, по-моему, их все равно там больше. Наверное, там где они снизу стояли какие-то, которых я не заагрил. Ой-ой-ой. Кухня Петерблат. Всегда на месте. Всегда бдит. Окей. Мы на месте. Будем ждать. А он идет. Хе-хе-хе. Хорошее свидание тебя ждет, приятель. Незабываемое. Под луной. Что тебе от меня нужно? Дружище, ты бы шел отсюда. А что такое? Ну, понимаешь, у меня тут свидание. Так что твое присутствие здесь нежелательно. Так что твое присутствие здесь нежелательно, мягко говоря. Не арома случайно ждешь? Откуда ты знаешь? Арома не будет. Я вместо нее. Блин, что с камерой? Ну ладно, у тебя есть такую камеру, блин. Окей. Ты был богат чуть-чуть. Сова предшественника. Колечко принес. Ты глянь какое. С подарком пришел. Даже немного жаль его стало. Да ладно. Я вот все-таки волнует вопрос, сколько это все будет длиться? Сколько мне придется таких свиданий реально провести? А что вы, месье капитан? Как у вас дела? Армо второй готов. Очень хорошо, месье капитан. Еще попробуем провернуть это дело? Если можно, Армо. Можно. Приходите завтра. Надеюсь, я успею договориться с кем-нибудь. Хорошо, Армо. Спасибо тебе. Эй, приятель. Все как обычно. Здесь вам всегда будут рады, капитан. Кто-то убил хозяина Таверла Хилла Брюннера. Сначала Андре Лабор, теперь вот Хилл Брюннер. Ну да, ужасные новости. Такая честь видеть вас в маневом заведении. Тебе не за этим правом. Давай ты меня вот разбудишь утром. У нас тут есть дела. Интересно, да можно назначить свидание Чаду Каду? Кто нового? Месье капитан. Есть третье свидание. Не подождайте. Окей. Окей. Давай до утра. Армо. А что вы, месье капитан? Как у вас дела? Третье свидание. Да, конечно. Там же где и раньше. В то же время меня будет поджидать Фелис Пе Армаз. Мерзавец. Каких свет не видал. Ну займемся им. Прекрасно. Что ж месье капитан. Удачи вам. Спасибо. Она мне понадобится. Мне кажется то, что она убирает тех, кто ей не нравится. Или тех, кто ей чем-то досадит. Здесь лучшее место для отдыха. Это такая сладкая месть для нее. Ааа. Переночевать. Давайте меня только пораньше разбудишь. Ладно, приятель. Окей. Без 15 разбудил. Времени в этот раз мне хватит. Вдвойне. Это, конечно, постоянные пробежки для Цера Смита. Это что-то с чем-то. Ночкой темною. Третье свидание. Как там по правилам? С какого свидания должна быть первая ночь? Ну ладно, неважно. Поехали. Поехали. Эту дорогу уже выучила на самом деле почти наизусть. На этой Цере Смита пока хожу тоси, да. Мне кажется, в один прекрасный день сюда придет пол клана нарывал. Типа, опа, а вот кто убивает наших ребят или что-то в этом духе. Не, пока идет один вроде бы, да, да, один вышел, один идет. А вот тебе какой красавец, в белое вырядился, ты глянь. Шапку одел. Слушай, отстань от меня. Филипп Эрмаз. Эй, а ну валяй отсюда пока цел. Ха, это почему? Потому что я здесь стою. У меня тут свидание, понял? Свидание с Армо? Ну, это зря. Да, с Армо, Армо не будет. У тебя свидание со мной. Ой, этот, слушайте, чей, такой больно мне ударил. Под бюрсерком ты умрешь тоже быстро и больно. А-а. А это еще что такое? Слушай, отстань от меня. Хуан Кобе. Не зря подозревал нехорошие вещи. Слишком много пропал наших. Ой, а ты это о чем? Об этой сучке Армо. Ну я тебе, конечно, приятель. Что же ты творишь, скотина? Даже я не знаю, как сказать. Ну, в общем, режу Касперов по одному. Понятно. Ну что же, не зря опустил кровь Армо. Что? Да-да, приятель. Армо я отправил вслед за ее шефом, Хиллом Брюнером. И это справедливо. Им так было хорошо вдвоем. Ты за это заплатишь. Что? Думаешь, я совсем глупый? Еще вчера мне все стало ясно. Хотя это были только подозрения. И сейчас я не один. Это тебе не поможет. Ну-ка давай ко мне время гончилось. Замедлим. Наверное, как я все равно не пол клана Касперов. Ой, он не убивает, по-моему. Да. Я сохранялся. Я сохранялся здесь. Ага, понятно. Что, сохрани я? Блин, печаль на самом деле за Армо. Я не хочу, чтобы ее убивали. А может в эту ночь можно остаться типа с ней и подождать тех, кто придет ее убивать, нет? Что тебе от меня нужно? Ну да, седание с Армодой все как обычно. Вот, я сейчас стрелять имею, я забыл. Зелья у меня, кстати, мало. Умри, приятель. Оставь меня в покое. Да-да-да, ты за это заплатишь все дела. Здоровье мне, кстати, остановили. Слушайте, он силен. Мне не дают ничего сделать. А вот это было зря. Расстреливают меня прям так активно. Сейчас заун этот удар заблочит. Ага. О, там еще идут ребята. Так там есть клан Касперов идет. Да ладно, серьезно, я к такому дерьмищу не готов. Идите лесом, господа. Окей, я понял, я возвращаюсь на корабль. Точнее в таверну. Могу это сделать быстрым переходом? Да, я могу сделать это быстрым переходом. Я буду стоять возле Армодь защищать ее. В таком случае. С ней нельзя поговорить. А, она типа со стола убирает занятую. Что нового, месье капитан? Ну так, ничего нового. Я просто постою здесь, наверное, похороняю тебя. Что нового проекта. Как динватор с ним надо. Я не знаю. Как динфицировать. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. А, я-бин. Я знаю. Субтитры создавал DimaTorzok